МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с ним ушла целая эпоха. Самые светлые, самые добрые ощущения, воспоминания о ушедшем Славке. Каким Станислава Говоруфина запомнили казанцы в репортаже Анны Городновой. Далекий, близкий Казахстан. Мы, Казахина, оставляем свой след на земле, на гостеприимной земле Татарстана. Пути сотрудничества Татарстана и Казахстана изучил Дмитрий Аринин. В Санкт-Петербурге кот, в Екатеринбурге лимур, а в Казани... Черепахи могут еще угадывать, высовывая свою голову вперед и засовывая обратно. Какой прогноз Адиле и Зигфрид дали на матч Россия-Саудовская Аравия, узнал Салават Мухаммадулян. Пели на французском, ликовали с Кубком мира, кричали «Оле! Оле!» В Казань на игры чемпионата мира начали съезжаться болельщики. На специальном бесплатном поезде, который все дни чемпионата будет курсировать между 11 городами-участниками Мундиаля. Они совершат 700 рейсов. Это почти в три раза больше, чем во время Кубка Конфедераций. На первой платформе первых фанатов встретил Ленар Геннатулин. Поезд с болельщиками врывается на платформу в облаке тополиного пуха. В июне в Казани всегда так, а вот большой футбол впервые. Казань – это красивая город! И эту красоту им еще предстоит увидеть, ведь все, что до этого только по картинкам в интернете. В 15 вагонах поезда Москва-Казань – 600 болельщиков. Они из Франции, Австралии, Мексики и Китая. Казань! Нинг и Нинг из Китая. Болеют за Францию. В России представляться будут Антоном и Юлией. Так проще найти здесь друзей. Специально приехали за два дня до матча, чтобы успеть в Казань посмотреть и обрести новые знакомства. Очень красивый город. Очень нравится. Погода? Погода, погода. Волосы? Холодно? Нет, нет, нет. Нормально. А болельщики из Австралии приехали всего на три дня. Уедут после субботней игры своей команды. Мы в поезде немного проголодались и первым делом хотим попробовать татарскую кухню. Мы им посоветовали обязательно попробовать эшпишмак и губадью. Наш разговор с австралийцами перебивают туристы из Гонконга. Хотят показать свой уникальный сувенир. Приглядевшись мы поняли – это копилка. Первые французские болельщики уже в Казани. И я хочу сказать, что ощущаю себя прям как на футбольном стадионе. И вот теперь можно. Ленар Генадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Тысячи артистов, Робби Уильямс на арене и стадион, напоминающий самый большой музыкальный театр мира. Все это грандиозное шоу, которое развернулось на стадионе Лужники во время открытия чемпионата мира. Перед десятками тысяч гостей выступила оперная певица Аида Гарифулина. Ну а главной звездой церемонии стал британский певец Робби Уильямс. Всех собравшихся поприветствовали президент Владимир Путин и глава FIFA Джаннин Фонсиле. Символически первый удар по мячу нанесли легендарный футболист Роналдо и талисман Мундиаля Забивака. Большой футбол пришел и в Казань, пока через большой экран. Несколько часов назад в столице у центра семьи открылась фан-зона. Все болельщики сейчас там смотрят игру сборных России и Саудовской Аравии. До матча собравшихся приветствовал Рустам Мениханов. Сейчас с нами на связи Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй. Как атмосфера? Чувствуется, что большой футбол у нас. Добрый футбольный вечер, Алексей. Я готов вас обрадовать. Буквально две минуты назад нападающий сборной России Артем Дзюбов сделал счет 3-0 в пользу наших футболистов. Еще бы, их сейчас поддерживают миллионы болельщиков по всей стране. И вот, как видно за мной, тысячи казанцев и гостей столицы республики сейчас смотрят матч на огромном экране на территории фан-феста. Но еще до стартового цветка всех их поздравил с началом исторического мундиаля. Он впервые проходит в России. Президент Рустам Мениханов. Давайте послушаем. Я хотел бы пожелать нам красивого футбола. Пожелать вам хорошего проведения времени. Чтоб Казань вам понравилась. И чтобы вы еще раз сюда вернулись. Спасибо вам, что вы с нами. Рахмаль. Еще до начала матча здесь прошло театрализованное представление. Welcome to Kazan. Здесь же поставили рекорд Гиннесса, приготовив чачак весом больше 4 тонн. Конечно же, все живающие смогли его попробовать. Вообще здесь австралийцы, бельгийцы, колумбийцы, французы. Мне кажется, на фанфисте в Казанском собрались болельщики со всего мира и смотрят игру в сборной России. Давайте же послушаем, с какими эмоциями они смотрят матч открытия. Волнительно на самом деле. В том году ходили на Кубок Конфедерации. В этот год ждали прям с нетерпением. К сожалению, не получилось пока купить билеты. Поэтому пришли сюда, на фестиваль болельщиков, поддержать нашу команду. Первая игра. В Казани чемпионат мира, это страна, а мы часть этой страны, поэтому мы за Россию. Очень интересно, такое масштабное событие. Тут так же своя атмосфера. Интересна быть часть этой событии. Я считаю, что такой чемпионат люди должны объединять друг друга. И дома экраны это не то. Когда вся Россия, видите, сколько пришло народу, когда любой болельщиков объединяет, мне кажется, это здорово. За время нашего общения счет не изменился. Он по-прежнему 3-0 в пользу сборной России. Остается примерно 15-20 минут игры. Будем надеяться, что наши не пропустят и наберут первые три очка на Мундиале в России. Алексей? Спасибо, Салават. Это было включение из фан-зоны. И хотя праздновать победу рано, но надеяться на нее, и уже есть все основания. С тем и продолжим. Футбольный мяч в иллюминаторе. Необычную инсталляцию сделали в Альметьевске. Говорят, его видно не только с самолета, но даже из космоса. Рисунок зафиксирован системой ГЛОНАСС. Местный фермер решил скосить траву на 100 гектарах поля своего хозяйства. Так что в итоге получился огромный рисунок. В дело пошла обычная газонокосилка. По словам фермера Алексея Заикина, На самом деле это идея руководства района. Говорят, что мяч получился настолько необычным, что смотреть на него приходит вся округа. В преддверии чемпионата мира мы решили небольшой подарок устроить себе, нашим односельчанам, ну и всем, кто в нашем районе увидит это произведение. А в центре Казани собрались капитаны всех национальных сборных чемпионата. Это граффити, на котором плечом к плечу изображены спортсмены, появилось на булаке возле пирамиды. Здесь же прямо на воде огромный футбольный мяч, а надпись «Казан» в стилистике Мундиаля установили под стенами Кремля. Инсталляции уже успели стать местом для фотосессий казанцев и туристов. Тем временем лучшие футболисты Европы и мира на стрельбище Свияго, именно база Верхнеуслонского района, стала местом обитания и подготовки к колумбийской сборной. Фалькао, Родригес, Каудрадо. На этих игроков молятся и боготворят их в Южной Америке. Японцы в эти дни оккупировали базу Рубина. Кто пока остался в тени и не вышел к журналистам и болельщикам, на тренировках побывал Алмаз Гафиэтов. До начала открытой тренировки еще много времени, однако болельщики Колумбии создают настроение уже на подходе к базе. Для них приезд в Россию на чемпионат мира – это и есть праздник всего четырехлетия. Среди тех, кто ждал футболистов, были и колумбийские студенты, проживающие в Казани. За год они научились говорить по-русски и привыкли к прохладной погоде. Когда мы узнали, что здесь будет Колумбия, конечно, это был очень-очень специальный момент. Нам было интересно здесь, когда мы приехали, потому что мы здесь увидим, как здесь две культуры разные – татарки, нормальные, есть мусульманские, есть крестьянские. Это было очень-очень, конечно, два языка. С небольшой задержкой на поле выходят и главные действующие лица – игроки сборной Колумбии. Бавария, Ювентус, Реал, Монако. По составу сборная команда Колумбии, пожалуй, одна из самых звездных на этом чемпионате мира. Но вот посмотреть на открытую тренировку этой команды приехало не так много зрителей. Их порядка 500 человек. По сравнению с той же Австралией не так уж и много. Здесь, скорее всего, сказалось географическое расположение Свияги, а также не совсем летняя погода. После длительной паузы и мировых стартов болельщики ждут появления на поле Фалькао. Он тренировался вместе с командой. А вот другой звездный игрок Реала и Баварии, Хамес Родригес, на открытом занятии так и не появился. Я пришел посмотреть на Хамеса Родригеса и Еремина, еще и на Фалькао. Посмотреть, как готовится сборная Колумбии, что нас ждет на чемпионате, так сказать, вкусить начало чемпионата. Тренировка сборной Японии напоминала семейную встречу на арене игроки и дети. Юные воспитники Рубины и школы Японии в Москве смогли пообщаться со своими кумирами. Особенно среди юношей был популярен экс-игрок ЦСКА Кейсуки Хонда. Вообще, впечатление хорошее от сборной. Во-первых, потому что перед тем, как приехать в Казань, Япония смогла одержать победу в матче с Парагваем. И это как-то придает силы, я думаю, самим спортсменам и нам, болельщикам. Именно эти две команды, Колумбия и Япония, сыграют в дебютном матче в своей группе 19 июня в Саранске. Алмаз Гафиатов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Гордость татарстанского спорта в Кремле. Сегодня Рустам Мениханов встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. На встрече были и родители Алины. Они рассказали о жизни и планах фигуристки и сделали совместные фото для Инстаграм. Сегодня же Рустам Мениханов наградил орденами за созлуги перед республикой экс-футболистов Рубина Ирдениза Карадениза и Сергея Рыжикова. Президент назвал футболистов героями республики и пожелал дальнейших историй в жизни. Я очень благодарна сегодня, что вы сделали для татарстанского футбола. Сегодня он, словом, поднялся на очень особый уровень. И ожидания очень большие. И сегодня, как Денис Карадениз подарил Национальному музею Татарстана свою именную футболку под 61 номером. Турецкий спортсмен выступал сначала в Трампзонспоре, а после в Рубине. Как спортсмен пришел в музейные ряды, расскажет Рамиль Шайдулин. Тот самый номер, что 10 лет красовался на спине турецкого полузащитника, а теперь будет храниться в Национальном музее республики. Футболка Карадениза сегодня главный трофей выставки «Татарстан. Спортивная столица». Сдавать футболку, которую я носил здесь всегда, в Национальный музей Татарстана, большая честь для меня. Почти 300 матчей, 52 гола и звание лучшего бомбардира в новейшей истории клуба остались за Гюкденизом Караденизом или Легендой 61, как его прозвали фанаты. Увидеться с легендой футбола, с которым, конечно же, попрощались и жалко. Такой игрок должен оставить след не только своей игрой, а и даже в музее нашей республики. На выставке десятки трофеев татарстанского спорта. Здесь и Кубок Гагарина, и награды Уникса, Камазмастера, Зенита. Отдельное место у Казанского футбольного клуба. Мы приурочили эту выставку также и 60-летию клуба «Рубин». И здесь на выставке представлены, во-первых, Суперкубок России по футболу, обладателями которого стали команда «Рубин» и Кубок чемпионов России по футболу. Еще месяц выставка открыта всем жителям и гостям столицы. И завершится в день финального матча чемпионата мира 15 июля. Рамиль Шайдулин, Алсу Менгазова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. К теме футбольного праздника мы еще вернемся сейчас к другим новостям. Сегодня вечером в Казани ждут президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Приезжая с двухдневным визитом запланирована обширная программа. С ним у республики уже давно установились хорошие деловые и дружеские отношения. О том, что сейчас связывает Татарстан и Казахстан, и чего ждать от завтрашнего президентского визита, изучил Дмитрий Аринин. Ты где? На кафедре? Сейчас я подойду. В Читаму, Лакаевах семейное олицетворение Татарстана казахстанских связей. А Розалия и Людмила познакомились с еще студентами, поженились и остались вместе работать. Супруг переехал из Казахстана в Казань. Сейчас у них двое детей, трое внуков и отношения не разлей вода. Мы практически не ссоримся. Раньше было, сейчас вот... Ну нет, у нас по-другому все равно. Мягче, мягче она проходит, не так. Там тарелки ломать, ничего такого нет. Сейчас Татарстан стал домом для почти двух тысяч казахов. Создана национально-культурная автономия. Казахи активно участвуют в общественной жизни республики. Поддерживают и укрепляют деловые связи со своей родиной. Мы, казахи, оставляем свой след на земле, на гостеприимной земле Татарстана. Ну, это не пафосные слова, это слова, которые идут от души. Теплые отношения и на самом высоком уровне. В 1996 году было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев многократно посещал нашу республику. Это и встреча с руководством республики, участие в научных конференциях. В 2005 году стал гостем Тысячелетий Казани и участником встречи глав СНГ. Следствием дружбы двух республик в 2015 году стало переименование Казанской улицы Эспиранта в улицу Назарбаева. С визитами в Казахстане часто бывало и руководство нашей республики. Сейчас в этой стране проживает около 200 тысяч татар. В 2017 году Рустам Мениханов вручил Нурсултану Назарбаеву орден за заслуги перед республикой Татарстан. Улица с двусторонним движением все больше ширится и в развитии транспортной инфраструктуры. Сейчас между Казахстаном и Татарстаном летает несколько авиарейсов. Также в конце минувшего года от Казани до Караганды запустили международный поезд. Сделать сообщение интенсивнее призванный автомобильный маршрут Европа-Западной Китай, который проходит и через Татарстан, и через Казахстан. Товарооборот 700 миллионов долларов. Наша республика поставляет нефть, транспорт, пластмассу. Из Казахстана приходят черные металлы, изделия из меди, топливо. Казахстан сам является крупным потребителем. И я думаю, в последнее время, по крайней мере, ощущение по бизнесу, что все чаще и чаще интерес у бизнеса общества именно как раз по взаимодействию с Казахстаном. Перспективы дальнейшего сотрудничества собираются обсудить завтра в Казани. У Нурсултана Назарбаева запланирована встреча с Рустамом Менихановым. Гостя и давнего друга ждет иментимир Шаймиев. Он готов рассказать о проектах фонда возрождения. В КФУ же президенту Казахстана приготовились вручать звание почетного доктора вуза. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань. Тысячи подписей сегодня в Москву приехали активисты из регионов, чтобы передать свои письма Владимиру Путину и Вячеславу Володину. Общественники обращаются к руководству страны с просьбой оставить родные языки в обязательной части учебной программы. В числе активистов представители родительских комитетов и члены инициативных групп. Репортаж Дины Газалиевой. Я заполняю заявление. Зухраф Атыхова с дочерью на руках прямо на скамейке в парке заполняет заявление. Это письмо на имя Владимира Путина с требованием не вносить поправки в действующий федеральный закон об образовании. Оставить изучение национальных языков в школах обязательным. Чтобы все национальности могли изучать свои языки свободно. Всего три тысячи таких обращений сегодня в Москву привезли представители родительского комитета из Татарстана. Группа у нас состоит из 12 тысяч человек. Мы приехали выразить свое несогласие с законопроектом. Со своей папкой приехал Руслан Бикинин, председатель родительской комиссии из Башкирии. Идея все та же. Оставить изучение родных языков в обязательной части учебной программы. С собой мы привезли без малого 17 тысяч подписей, если быть точным, 16 902 подписи. Три недели назад в Москве собирались представители десятков регионов страны. Все, кто озабочен судьбой национальных языков. В ходе круглого стола участники приняли резолюцию пересмотреть законопроект в пользу национальных языков. Нужно искать возможности по принятию дополнительных мер в поддержку языков, а не для того, чтобы сделать их изучение факультативным. Активисты с гордостью говорят, что под их электронной петицией, с таким же содержанием, как в этих привезенных письмах, подписались по всей стране уже 50 тысяч человек. Одна идея объединила представители общественности из разных регионов. Они очень надеются быть услышанными. Удалось, задуманное ими или нет, станет понятно в ближайшее время. На следующей неделе в Государственной Думе запланировано первое чтение нашумевшего законопроекта. Дина Кзалива, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. О языковом вопросе говорили сегодня и в Доме правительства на брифинге. Что касается языковой темы, мы, да, ожидаем 19-го числа. Ожидаем, тоже будем наблюдать за слушанием, которое будет проходить, как вы знаете, вновь на рассмотрение законопроект. На сегодняшний день ситуацию оцениваем как достаточно положительная тенденция. Мы, в общем-то, можем свидетельствовать о том, что идет очень хороший диалог. Мы благодарны, что то обращение депутатов Государственного Совета нашего было услышано. Знаете, что этот вопрос лично курирует первый заместитель администрации президента Российской Федерации Сергей Владимирович Кириенко. И на сегодняшний день тот диалог, который выстроен, и та работа, которая ведется, нам считается очень оптимальной, очень хорошей. Мы благодарны, что мы были услышаны. Совестью кино последних десятилетий его называли еще при жизни. Сегодня не стало Станислава Говорухина. Сценаристу, продюсеру, режиссеру, актеру и активному общественному деятелю было 82 года. С Казани у него были особенные отношения. Здесь он учился, встретил свою супругу, начинал свои первые шаги в кино. Работал на Казанской студии телевидения. Каким запомнят его казанцы? Об этом в репортаже Анны Городновой. Пришел к начальнику управления, говорю, уволите меня. Он говорит, как я тебя могу уволить, ты молодой специалист. Три года от работы надо. Я говорю, ну это не мое дело. Так выпускник, геолог ИГУ в 59-м году приходит работать на Казанскую студию телевидения. Режиссер, оператор, ассистент. Два года работы Станислав Говорухин назовет потом одним из счастливейших периодов жизни. Дело новое. Телевидение только начиналось. Каждый из нас был и швец, и жнец. Это одна из первых картин Славки. Когда в 59 лет Говорухин взял в руки кисть, актер Качаловского Вадим Кештер не поверил глазам. Хранит альбом его рисунков и семейные фотографии. Они дружили семьями 60 лет. Познакомила их Юнона Карева, актриса театра, будущая супруга режиссера. Он был искренен во всем. И даже в политике. Это было не желание получить какие-то там СМЭ. Это было его глубокое убеждение. Когда он снял фильм «Так жить нельзя», я был потрясен. В то время так сказать, так в открытую сказать и не бояться. Товарищу не везь! Ты мне не товарищ, ты гаденый трус. Его фильмы разобраны на цитаты. Место встречи изменить нельзя. Ворошиловский стрелок в поисках капитана Гранта. По ним можно изучать историю страны, говорят зрители. Сценарий заставляет задуматься. Это сейчас вот фильмы однодневки. А раньше там глубокий, со смыслом. То есть очень жаль. Это разносторонний, разноплановый, культурный деятель. Человек с большой жизненной позицией. Всегда нравился, и все фильмы ему нравились. Жалко человека. Он открывал будущих звезд, сам снимался в кино и помогал будущим режиссерам. Не раз приезжал в Казань на кинофестивале. Селя Валеева, тогда еще министр культуры республики, хорошо помнит, как он общался с молодежью. Он был режиссером от Бога. И если мы возьмем его в фильмотеку, наверное, даже и одного, двух фильмов на хорошую биографию режиссерскую бы хватило. А он работал до последнего. Такая работоспособность. Все-таки он был очень счастливым человеком. Он прожил свою жизнь вровень со своим талантом. Парламентарии Госдумы сегодня начали работу с минуты молчания. Как депутат, Говорухин всегда открыто говорил о проблемах. Он касается очень острых тем, но никогда и нигде, и ни при каких обстоятельствах он не роняет тяжелые слова на свою родину. Достоевский предавался азартам, выиграм, Есенин пил. Пороки свойственны гениальными. Драма с символичным названием «Конец прекрасной эпохи». Последняя режиссерская работа Говорухина. Он снимал ее 80 лет. За работу получил свою последнюю награду «Золотого орла». Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Чемпионат мира по борьбе Кореш. Команды из 42 стран съедутся в село Мингер Сабинского района, где в прошлом году проходил Кубок мира по Кореш среди тюркских народов. Чемпионат этого года. Придется на дни футбольного чемпионата. И организаторы заверяют, что здесь будет интересно всем гостям республики. Упор сделают на национальных традициях и колорите. Бой с мешками, потом забеги в мешках. Где национальные есть элементы, мы хотим привлечь и журналистов, международников, и борцов, спортсменов, которые непосредственно будут там. Дело Оракула, осьминога, Пауля живет по всей России. В городах чемпионата мира жители выбирают животных предсказателей исходом матчей мундиаля. В Санкт-Петербурге это кот Ахилл, в Екатеринбурге Лемур, в Сочи кролик Пушек. Какой прогноз дали казанские Оракулы на матч Россия-Саудовская Аравия и почему они патриоты своей родины, разузнал Салават Макумадуллин. Не успели журналисты настроить камеры, как Спартак сделал свой выбор в пользу Саудовской Аравии. Этот шустрый лемур – питомец Екатеринбургского зоопарка. Под пальмами в Сочи кролик Пушек предсказал результат матча Испания-Португалия. С четырехноги Оракул отдал предпочтение футболистам Красной Фурии. В Санкт-Петербурге предсказатель Кот Ахилл поверил в сборную России. Кто же должен занять место предсказателя на время Мундиаля в Казани? Сегодня мы спросили казанцев. Черепахи могут еще угадывать, высовывая свою голову вперед и засовывая обратно. Это означает, например, я так думаю. Классно. А вы как думаете? Я думаю, возможно, крысы, потому что у них проводится лабораторный опыт и, наверное, смышленые животные. Поэтому, может быть, и крысы могут тоже предсказывать. Мне кажется, исход матчей в Казани могли бы определять и лебеди, черные лебеди, потому что они бы давали энергетику. Лебеди почему бы и нет. Сейчас мы находимся на берегу Черного озера. С помощью яблока узнаем, какой прогноз дадут Адилии и Зигфрид на матч России-Саудовская Аравия. Они тоже, как футболисты, прилетели в наш город накануне чемпионата мира. Пока спортсмены в центре внимания, лебеди в центре Казани. Так, ну вроде все? Отлично. Я беру Россию. А Лазамин что-то в городе встану вам. Десять минут Адилия и Зигфрид делали свой выбор. Пока Оракулы сомневались, болельщики поддерживали свою команду. Россия! Россия! И наши голоса были услышаны. Ура! От нашей радости лебеди немного задумались, но через секунду уже продолжили лакомиться. Победа наших футболистов – прогноз от казанских лебедей-предсказателей. Сбудется ли предсказание? Узнаем уже через несколько минут. Салават Мухмадолин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». Сейчас о погоде на завтра. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он выйдет 21.30. Всего вам доброго. Казань вошла в топ-5 городов у сборных чемпионата мира по футболу. Рейтинг по результатам анализа мест проживания и тренировок подготовил аналитическое агентство «Турстат». Лидером рейтинга стала Москва и Московская область. Далее идет Краснодарский край. Тройку замыкает Санкт-Петербург. А столица Татарстана расположилась на четвертой строчке. В Казани будут базироваться три сборные. Команда Австралии проживает на базе хоккейного клуба «Акбарс» и тренируется на стадионе «Трудовые резервы». Сборная Японии выбрала базу футбольного клуба «Рубин». В сборной «Колумбия» проживает и тренируется на базе комплекса «Свияга» в Медведково. В Казани в рамках чемпионата мира по футболу болельщики из Австралии и Франции проведут товарищеский матч. Игра футбольных фанатов состоится 16 июня перед стартовым поединком национальных команд. Такие встречи между болельщиками – часть международной фан-культуры. В прошлом году Кубок конфедерации открыл матч между болельщиками сборных России и Новой Зеландии. А в это воскресенье в Зеленодольске на базе спорткомплекса «Маяк» состоится полумарафон «Кросс». Это третий беговой старт серии «Тиммермен» 2018 года. И в нем примут участие более 1300 спортсменов разного уровня и подготовки из 50 городов России. В программе соревнований – 4 разноплановые дистанции от 1 до 21 километра. Анна Мазга, Фиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. В Татарстане установилась облачная погода. Температура по-прежнему ниже нормы. И по данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево всего плюс 15 пасмурно и без осадков. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также до 15 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске всего 14 градусов тепла. Осадки не ожидаются. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасим днем ожидается до 14 градусов тепла. Будет пасмурно и прохладно. На юго-западе переменная облачность. Столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши без осадков и плюс 15. В последующие дни погода начнет улучшаться. В Татарстан придет долгожданное тепло. Спонсор прогноза погоды клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатитом по европейским стандартам без боли и операций на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс Приволжский. Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561-08-81. Спонсор показа ООО СМУ номер 12. Внимание! Стартовали продажи в ЖК Приволжский третьего и четвертого домов. Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК Приволжский – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Звоните 561-08-81. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 14-16. Ветер с северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ДНВ.